Солидно и красочно и довольно интересно уже мы просмотрели здесь. Перехвачена шайба, Сёмин ушел, откончил и пас на Курьянова. Курьянов входит в зону, колюзный, дотянулся, пас на пятачок, бросок Гарнетт выручает. Отличная комбинация разы. Такой же блестящей игрой, но при этом все-таки были нарушены правила. И трактор останется в меньшинстве. Леомин, передача налево, Сёмин, бросок в ворота. Майкл Гарнетт. Он все прекрасно видел, и шайба прилетает во вратаря. Не стал сближаться Сёмин с голкипером и с воротами, соответственно, решил мощно щелкнуть сразу же, получив шайбу. Но поймать этот бросок Гарнетту не составило большого труда. Что понятно для Рябыкина в серии особенно. Бросок в ворота, Мрамо вступает в игру. После броска Антона Бурдасова. И Белосов прямо сказал, что мы не очень довольны игрой Бурдасова. И во втором матче Бурдасов какой-то отмами. Размотнулся. Но щелкнуть не стал. Знаете, я пошел в зону и все-таки поворотом бросил. Завершение первого периода. Ну и вот повтор броска поворотом Рамо и предыдущая ситуация. Куда в тракторе больше сыграли только два защитника. Это Рябыкин и Куинт в обоих по 8 минут там. С лишним опасночий момент. Гарнетт ошибается. И шайба в штангу попадает после броска Геория. Я думаю, необходимо крайне было сейчас трактора. Ну и нам тоже, чтобы посмотреть повтор. Вот этот бросок поворот от синей линии. И Гарнетт вроде бы выставляет свою ловушку. Но шайба каким-то образом там все-таки проскакивает. И попадает в штангу. Ну и сразу после этого матчами этой серии. Ну сразу же приходит в голову первая игра в Челябинске. Когда там вот бросок. Еще и шайба в оборотах. Сергей Калинин поднимает на ноги всю арену. Мощный бросок. И шайба в самую девятку. Уже точно в цель летит шайба. Игорь Волков входит в зону. Передача направо. И Калинин мощнейшим щелчком пробивает Майкла Гарнета. И выводит омский авангард вперед. 1-0. Авангард на ровном месте просто промахнулся. Мимо шайбы своей клюшкой. И Бурдасов получил возможность войти в зону. И точно серия эта длинная. Опаснейший момент. И Карри Рамо. Великолепнейший сейф. Совершает. Правда игра не остановлена. Рамо не зафиксировал шайбу. И так все немного. А там предыдущее звено тоже здорово действовало в зоне соперника. Вот момент. Ну и вот там дальше мы видим, что шайба не... Ну вот те люди, которые собрали... Пережоги. Ну и Александр Пережогин против Майкла Гарнета. Галкипер выходит победителем. Еще бросок школы. И шайба там. Ощущение, что простоял, пока целился. Но это вот уже второй бросок. Бросок школы. Летает Антон Белов зарядил пушечным выстрелом от сеней линии. Иванов с шайбой. Выкатывается за ворот. Бросает Гарнет. Шайбу ловит. И Рибыкин здесь. Рибыкин. На первушина подняты руки главных арбитров. Вот Рибыкин, в принципе, сам это справка в сторону. И Фролов упал даже не дотронувшись до Челябинского защитника. Хороший перевод. И бросок неплохой. Чистов. Сам же Чистов подбирает шайбу отскочившую. Сохраняет шайбу для Дмитрия Семина. И снова Нестерф ее получает. Уходит от Васильченко. Уходит за ворот. И в ближний угол пытается проткнуться. Но там Гарнет прижимает максимально. В зону соперника. Перевод в центр. Бросок. Воротов. Это Кузнецов. И Раму выручает свою команду. Еще в начале второго периода. Карри Раму поздравляем мы с тем, что этот голкипер сегодня сыграл на ноль. Отличное достижение. Тем более для игр плей-офф. Это его первый сухарь. В плей-офф в этом сезоне. Ну, а не в том, что. Не хочется уступать в серии с разницей в два матча. Но все-таки одну победу на выезде, я думаю, тот план, который был поставлен. Одну победу на выезде надо добывать. И придется это делать послезавтра. Ну и Калинин спит в траке.